Дримхак Саммер 2013 Я тут насоветовал немного стратегии команде Итс, но я смотрю, они решили не пользоваться, да и, в общем-то, будучи Хеллборном, это будет нелегко, потому что в эту стратегию входил Кипер в Дефорест и Кипера Свиндл, капитан команды Stay Green, Кайл не отдаст, Кипер был ферст локнут, им же, я думаю, будет и ферст пикнут из лока тоже В локе, Пэбблс, Инженер Ралли, Мастер Ламз и Паразит, все классно, ну, посмотрим, Бабблс для яйцов и что-то еще нужно выбрать сейчас из пула общих героев Как, кстати, только что задавался вопрос в викторине, Волт Гэри Джонсон называлась команда Stay Green раньше и есть у нас правильно ответившие на этот вопрос, я тоже об этом только что говорил Ну, жалко, что так три листа ответов потребовалось для того, чтобы это угадать, ребят, ну, как бы, невнимательно следили вы, что ли? Ну, ладно, ух, Бабблс и Плаграйдер для яйцов и то, и то, это странно, куда и кого, куда они поставят Даже немного интересненько Хочу вам сказать, что есть какая-то даже, ну, из того, что я даже писал, вот, Лавенстаффа я писал, как, что попробовать против Stay Green, и хочу сказать, что Можно было бы попробовать какую-то Перлу, они ее не любят, они, в принципе, не очень хорошо Ох, Нимфор и Монкетинг, это, я чувствую, будет очень... Попытка быструю игру очень организовать от СГ Так вот, Перла, Дефайлер, Полевоприз, вот такое, и попробовать их просто сильно запушить С ультой Перлы, с Дефайлером и с Поликом, по крайней мере, какое-то короткое время, секунд около 10, остановить этот пуш практически нереально Очень, по крайней мере, сложно В борщ Перлы забежать, это когда там Дефайлер ультует, когда там Полевогаварды стоят, ну, очень, скажем так, неудобно Поэтому вот такое, я советовал попробовать, ребятам, они не захотели, или попробуют это позже, я не знаю Ну, я же говорю, что за Хеллборн тяжело, это предполагал я Керрика, хотя, честно говоря, почему-то думал именно на Мэдмена Пэр будет, наверное, ее саппортить, Бабус пойдет на Харду, и Дарк Леди Нова на Дарк Леди будет играть, я думаю И даже не знаю, я увидел его игру Дарк Леди, он немножко ею боится Мне кажется, что они рассчитывают чуть его свой собственный дэмэдж И это не то качество, которое должно быть у игроков на Дарк Леди Кипер, как и предполагалось для СГ Ферст пикнут им, кто это будет дальше, Инженер или Моа Я думаю, что Моа, им дальше не важно Хотя они могут, да, могут даже Паразита, в принципе, взять Ну, я думаю, что это будет Моа Очень они его любят, и он тут, в принципе, хорошо смотрится И тому же Манки Кингу удобнее под Мастер Вармса с синей ультой И все такое Лесника взяли, яйцы, есть Паразит Паразит Ралли Жалко, что это Соло Ралли будет, я не знаю, что он там особо сделает Его сильно переформит, нет, появилось-таки не Мастер Вармс Но зато, пока я не очень понимаю роль именно Пирамансера здесь Но то, что он им играет честь, это странно Хезу на Кипере, это явно Хардлайн Нимфора плюс Пэбус, наверное, Миддллайн Или Нимфора Манки Кинг, в зависимости от лайнапа врагов Будет Устей Грин Хеллборн, Паразитер, Дарк Леди, Ралли и Бабус у наших хедсов Хезу передает привет семейству Манки Кинг, та самая ультимейт аватарка, да? Отличный комментарий, опять цитаты Пэбулс и Офелия сейчас уничтожат Мид Какая Офелия? Что интересно, Свиндл на Нимфоре Да такой редкий случай, в принципе Но он уступил роль более сильным игрокам Ну или, ребята, во меня есть местами Мне кажется, что Зифрика играет на Нимфория, Свиндл играет на Манки Кинге Потому что Зифрика на МК я, честно говоря, не видел ни разу Может быть, сидят за разными компами Сг прочитали свой лес, никого там не нашли Ну, айцы и не совали даже нос Бабус на Харде Против МК Нимфоры Не знаю, как получится устоять у Арафора Ему задинает крипа Плаграйдер И пойдет даже дальше, наверное Может, на МИД стоять с Ралликом А Даркледи вверху соло Ну, мне даже кажется, что Кхезу справится в перефарме Даркледи в какой-то момент Не дадут больших крипов Пиро плюс Пэблс Напряженная линия для Раллика К нему пришел ПР Но ПР, как бы, пока что с третьим скиллом Ничем он не может быть полезен своему тиммейту На первом, по крайней мере, левле ПР уже сместился вверх Ралли остался на шлейсайдлайне Как я и думал с самого начала ПР теперь, по идее, должен гонять Хезу И давать фарм Даркледи Ну, с ПРом на линии Сразу чуть-чуть поосторожнее Стал себя вести кипер за Форест С паразитом, кстати, может быть, сделали бы фраг А не паразит, что-то ты делаешь Сликс 8 крипов, в Манкинг 10 крипов Паразит сместился в чужой лес Вряд ли это будет какая-то месть с нимфори Здесь уже есть Пиромайнсер Пиромайнсер попадает Станом по паразиту Нефора будет ли продолжать Каким-нибудь станчиком, скорее всего, да Есть попадание, будет продолжение По паразиту, переказать задув Но хотя бы крип пришел Такой, дающий возможность задефаться Новый стан у нимфоры будет леет Будет через одну И это была дласт В исполнении команды Stagrin Я все еще предполагаю, что это все-таки Зифрик играет на нимфоре Но не удался Заход паразитов в лес И мне кажется, что это было с самого начала Не очень правильно Куча странных действий на крипах Ради одного крипа потратить кентавра Ну и так далее Теперь четвертый левел Вообще стоит, крип контролит себе Бобровь ест, армор накидывает Ему тут особо вообще никто Ничем не может помешать Он что-то уже купил Базилочка Еще чуть немного армора Немного манки себе порегенить Ну и как бы дальше продолжать Закидываться арморами И продолжать контролить крипов Пиро не хочет забирать Икспу у Певлоса Пробудут уже с банкой Ралли, кстати, тоже с банкой Но что у них там по крипам Как дела обстоят Один с криповым ралликом И 21 у Певлоса Манки кинг гнимфора Тоже, в принципе, все в порядке Хезу Ты куда? Покинул верхнюю линию Хезу Идет Фармит эншентов Да, похоже на то Манки кинг четвертый Против третьего Бабблоса И сейчас он возьмет Даже пятый с половиной Левел с этой двойной пачки крипов Да, эншенты много денег Дерево с базилкой Может его их зафармить Третьего левела крипы Он расправится с ними Хезу, скорее всего И шестой левел возьмет Бабблоса Третий Бабблоса Сделает что-то на медлайне Или нет Здесь по паразиту Будет продолжение от первого мастера Но очень хороший компел от ралли И позволил засейвить Своего тиммейта Будет ли хоть чем-то полезен Здесь третьего левела Бабблоса Даже Не скажу Правда, его было видно Вот на этой полянке Перекова ищет И найдет Бабблоса Неплохо Это мог бы быть фраг Но все-таки Бабблоса Не смогли пробить Даже вот Даже никак Почти ралли Неплохую ульту накатал Бабблос Неплохо продамажил Но дэмэджа не хватило Чтобы забрать Бабблоса И открыть счет И даже сравнять Счет было бы 1-1 Хезу Продолжает фармить Все тех же эншентов Шестой левел Он уже взял Оставили Даркледи На фрифарме И Палграйдер здесь сейчас Не нужен Еще один классный вопрос Это казывал Или нормал Тдл фрифарм 1900 денег В общем-то У Новый И 33 крипа Это неплохо Но у Манки Кинга 43 крипа Минфорка Минфорка Я думаю сейчас найдет Манки Манки Кингу И возможно Бабблос будет погибать С тем будет батарейка Я нужна Я нужна Как же поменялась Прорисовочка Появилась Ботинки Появились Улучшенные И батарейка Похоже Тоже Отображается Какой-то Повязочка На голове Минфорка Ралли Зафармил Ралли По вардам Руну не нашел Вернулся С ультой Кипер Дефорса Скорее всего Забирать Будут Даже Компел Не успел Никак не снуть Рядом Был Бабблос Зачем было Непонятно Паразит Ну Тут не отдастся Все-таки Все дали Чтобы забрать Ралли Хотя Хотя Хотели Но передумали Теперь будут Ходить Мидллайны И СГ Заливы Маны Шестой Шестой Очень больно Это может быть Ребята Приступили К Т1 Тауру Приступили Плотно Паразит Выход По пиромайнсеру Бабблос Кроме Как задуман Особо Ничем Не может Помочь Ралли Даже Мне кажется Не будет Пытаться И они Пытаются Отогнать Сейчас Наши Ребята От Таура Хотя бы Хотя бы Отогнать От Таура Пиром Моментальный Фраг На Арфория И Бабблос Очень быстро Умирает Баббрали Хотел Было Ультануть Пиромайнсера Но Сразу По Армуру Дерево Даже Он Скорее Всего Не Очень Сильно Его Пробил Паразит Выпрыгнул Скрипа Получил Сразу Стан От Пирика Продолжение От Павлоса Но Успел Перепрыгнуть В Дерево Анимейтед Три Маленькое Деревце Кактус Нимфора Уже Везет Уже Везет Манки Кинга И Сгф Пятером На Медлайне Манки Кинг Не Самый Мудачи Морозом Перепрыгивал Хотя Паразита Все равно Заберут Будет Какое-то Продолжение По Ралли У него Есть Комп Ну Как бы Его Даже Не Нужно Уходить А Блес Все-таки Забрали Паразит Погиб Это Четвертый Фраг Для команды Stay Green Дарклей Гоуст Марчер И Лайф Туб Как бы Не сильно Хорошо 6 665 Только что Было Манки Кинг Купил Себе Уже Лайт Бренд И Скоро Мы Увидим Как Поменяется Его Аватар С Этим Новым Приобретением Немного Поздновато Ульту Успел Кипер Уйти В инвиз Хотя Уже Вышел И Кулдаун Есть Даст Да Есть Же Наш Фраг И Это Фраг На Кипер Лэв Форесте Сделан Плэграйдером Вместе С паразитом Ребята Молодцы Что Даст Там Владели И Очень Правильно Им Юзнули И Вообще Все Хорошо Несмотря На то Что Как бы Кипер Вообще Фармит Чужой Лес Это Уже Достаточно Большая Наглость Так Что Там У нас Манки Кинг Попытка Въехать По Бабусу Не Самая Удачная Хотя Хотя Удачная Тучка Желтая Стала Что Случилось Красивенный Все Манки Кинг Который Сделал То Что Пятый Фраг На нашем Бабусе И Опять 666 Практически Преимущество Все равно Для Легиона Благодаря Фрагу На Дереве Конечно Чуть Зенитами Стало Легче Но Не Фор Теперь Привезла Уже Пэбуса Пэбуса Все еще Без Портал Ке Ну И Успели Разбежаться Айцы Но Без Портал Ке Это Ненадолго 600 Копейк Осталось И Он Их За Две Минуты Нафармит Продолжение следует... Не очень, вроде бы, разрывным счетом, но все-таки прилично много денег. Это 9300 уже Дарк Леди. Не то купил, это Мистик Вестмент, но поможет ли он ему на госмарчерах 800 хп? С ультой Кипера, ультой Пиромансера его всегда смогут забрать. Баблус купил Портал Кей, это опять фраг на Баблусе. Попытка забрать Кипера. Будет ли успешно? Да, в принципе, еще должен быть у Плаграйдера паразит вместе с Пиром. Попробую забрать Кипера и должно это получиться. Да, есть фраг для Мэттлмена. Это второй фраг для нашей же команды. Это все на том же бедном Хезу, который все время фармит агрессивно чужие леса. Попробую забрать Кипера. В том же месте опять Пеблус, опять Баблуса. Да, 0-4, 0-5 фрагов команды это именно Баблусе и, конечно, это обидно немного. Дарк Леди устоял рассказ Пеблуса. Даже, в принципе, пол ХП осталось. Мистик Вестмент классный айтем. А Баблус тоже 10-й. В принципе, максимальный потенциал своего рассказа он уже имеет. И то, что он не убивает Дарк Леди, хорошие новости. Тут небольшая засада. Пэр, Баблус. Все из usual. Манки Кинг уже и Лайт Брэнд, и Файр Брэнд он себе купил. Баблус успел поставить ульту. Ульта от Кипера в Дефореста. Баблус сможет ли уйти? Он юзал за шелсерф. Хотя он пока что достаточно далеко. Манки Кинг хочет его задавить. Ему поддала немного мувспиды Нимфора. Да, и это будет все-таки Франк. Это 2 на Тауэр, наверное, тоже. 10-2. О, здесь ульта в Пиромансера в ралли на самом деле не очень большая. Но Манки Кинг дальше продолжит. И он, скорее всего, даже точно уже забирает ралли. Манки Кинг 500, да, 507. ГПМ сейчас будем думать, что у Зифрика. Нижний Тауэр, ребята, решили не трогать. И пошли через Мид. Т2 на Миде уже забрали. Дальше, наверное, не пойдут. Маны все-таки маловато. Получи в дорожку. Пирик уже толкалка. Кипер 1900, наверное, пока. Манки Кинг сейчас уже будет с Доунбрингером. Пауза от СГ. Да, немного обидно. Все-таки, действительно, вариантов не сильно много. Свиндл Меланс дисконнектнулся на Ньюфоре. Хотя, наверное, это намеренно дисконнект. Потому что он происходит после паузы. Но вообще, вариантов все меньше и меньше. 15 тысяч преимущества. Уже 11-2. Счет совсем нехорошо. Как я и говорил, Дарк Леди, скорее всего, не дофармит. Свой Рунет Кливер. И эти пики не очень хороши через керри. Я не знаю, почему ИЦИ так сменили свою тактику. Они не всегда играли через керри. Играли через активные пики. Ну, понятно, в общем-то, какие ИЦИ тут полкоманды только. Даже не пол, а всего там 40% команды играет. Сейчас Свиндл, да, уже реконектнется. И я думаю, что уже в сторону заканчивать. Хотя Стои Грин команда не та, которая будет рисковать лишнего. И они никак в комплексе будут давить, скорее всего, на базу. Редко я за ними такое замечаю. Они почти всегда уверенно, понятно, быстро идут к победе без рисков. Куча ТП-шек, но у дерева, да, если что, есть ульта. Прилетел по итогу один ралли. Хорошая ульта от Дарк Ленин, но будет стана от Пэбблса. Сразу по куче пацанов уже очень быстро заканчивается Бабблс. Какое-то продолжение будет ли ульта от Кипера Дефореста. Ульта ралли надамажила Анимфору, но не уничтожила ее до конца. Паразит, по идее, догонит этот третий фраг для команды. Это неплохо, но зато уже трое других мертвые. Паразита тоже заберут. Получится ли забрать еще и Плаграйдер? Он, кстати, ультовал, но дэмэджа получилось недостаточно. Забрали только одну Анимфору и... Вот так вот как-то получилось. Уйдет Пээра, а... Штайгрин, наверное, зайдут на ХГ. Даунбрингер на Манки Кинге. Уже ГГВП, уже воут консит и... Кадек скупил в лес, когда уже пора было проигрывать. Победа за командой Стэйгрин. Вполне ожидаемая победа. Очень сильная и фаворит на команды Стэйгрин. Очень крутыми уже полгода. Даже больше как являются они, напомню, практически... Да даже не практически, а вообще ничего не проиграли за последнее время. Начиная с Хонтура с первого сезона, у них не было проигрышей. Даже в бо-3, бо-5 встречах вообще ничего, ни разу они еще не проигрывали. Поэтому Стэйгрин, как-никак, очень уж крутые враги. Ну, хотя бы это было не супер-таки. Прям разрыв, парочку фрагов Палграйдеру удалось сделать. Ну и Ци все же проиграли.